...поэтому мы сами свершаем поворот и теперь будем двигаться против течения Невы. Время по праву города с этими пышными нарядными фасадами нас уже радует Английская набережная. Обратите внимание, как плотно стоят дома круглого. Это было связано с тем, что Пётр I приказывал строить сплошную фасаду, дабы экономить место на берегах Невы, а всеми главными пышными торжественными фасадами обращать непременно к воде. Ведь Пётр строил свой новый Амстердрад, или Северную Венецию, как еще часто именуют Петербург, и предполагал, что на его бороду будут смотреть именно как мы с вами с воды. Привлекает внимание здание нежно-розового цвета с белыми колоннами этот дом графини Лаваль. Ее дочь вышла замуж за очень непростого человека по фамилии Трубецкой. Он был зачинчиком декабристского движения. В этом здании и происходили собрания декабристов, прежде чем они вышли на восстание на Сенатскую площадь, чем слабо уже перед нами распахнулся. Сенатская площадь уникальна тем, как необычно решены ее границы. Ближней к нам является здание желтого цвета с белыми колоннами, оно как бы скруглено в площади. Это бывший Сенат и Сенот творения Карла Росси. Дальней от нас границы является коллегель от Миросейства, также желтого цвета с белыми колоннами и флагом на верхушке. Во глубине среди зелень деревьев подвышается громадина Исаакиевского собора. А прямо у берега выседает первый памятник города, конечно, его основателю, медный всадник.